Привет-привет, друзья-друзья. Василина Ильинична снова с нами. Ура-ура. Я очень рад смотреть на эту красоту, которая вот... Да, на эту. Ну что, Василина Ильинична, мы подступаем к звериному зверю, к дракону о семи головах, к какому-то невероятно потрясающему человеку, которого обзывают христоподобной фигурой и есть за что. Единственное, что, конечно, хронологически там чуть-чуть наоборот, потому что он родился предположительно в 469 году до нашей эры и умер в 399, ну опять же, предположительно, 70-71 год, как-то так. У нас великий ученик софистов, вышедший из софистов, преодолевший софистов, сожравший их, выплюнувший и своим перформансом, наверное, тоже софистическим... Так, микрофон, почему ты меня не слушаешься? Почему все не слушается у меня? Хорошо. Да, нет, ну все, это он там что-то как-то так, а он так. Перформансом, потрясший всю культуру и своим то ли недюжинным интеллектом, но вообще-то мы не знаем о его интеллекте ничего, можно только догадываться. По-хорошему, мы не знаем вообще о нем ничего из того, что мы знаем, и даже его фраза, я знаю лишь то, что ничего не знаю, не факт, что она ему принадлежала. У нас о Сократии довольно мало сведений, вернее, о сведении дофига, довольно мало источников. При его жизни, по большому счету, у нас что есть? Его речь на суде и сведения о его суде и о его казни. У нас есть некоторые свидетельства о его браке и немножко свидетельств абсолютно разных о его происхождении. Есть даже свидетельства, что он был аристократом. Хотя, как будто бы, вроде, все-таки нет. Но есть и такие свидетельства, то есть противоречивые. И три человека, которые писали о нем тексты при его жизни. Первый – это комедиограф Аристофан, который написал пьесу «Облака». После чего мы все знаем, что философы летают в облаках, витают в облаках, они не привязаны. На самом деле, там было про другое, про то, что Сократ – мерзавец, он хитрый софист. Он берет огромные деньги за обучение трепотне, за обучение умению выигрывать в судах с помощью манипуляций словами. Софистов вспоминаем. И он настраивает своего ученика против его отца, чтобы тот отжал при жизни отца у него имущество. Вот, собственно. То есть, по факту его критикуют за то, за что он, во всяком случае, в текстах Платона критикует софистов. Да, 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 да. Аристофан его критикует, высмеивает здесь. И, видимо, есть за что. Ну, просто потому, что Сократ даже в текстах Платона ведет себя как софист. Вот, говоря, что он не является софистом. И говоря, ну что же, вы не можете отличить волка от собаки, да. Они, конечно, похожи, но это очень разные звери, да. Ну, вот такое. Кто еще, кроме Аристофана? Платон. Фиг его знает. Не проживал ли он, собственно, учителя и не выплюнул его на страницы своих текстов. Очень может быть, да. Потому что, ну, очень много мнений на эту тему по поводу того, что если бы Сократ увидел, что там Платон пишет, он бы ужаснулся. Платон, конечно же, описывает свои мысли, подставляя Сократа, естественно. И у него Сократ какой? Диалектикой своей, иронией своей, возмущающий людей, загоняющий их в тупики, так называемые опории, ломающий их представление о предмете разговора, доказывающий им, что они ничего не понимают, так же, как и он. И очень довольный в конце диалога, уходящий, говоря, ну, ладно, у нас ничего не получилось понять, давайте разойдемся на сегодня. И уже у зрелого Платона, у старого Платона Сократ превращается в какого-то учителя, который рассказывает, как жить. Ну, хорошо, хорошо. А кто у нас еще есть? Третий человек, ксенофонд, считающий себя лучшим учеником Сократа, страшно ревнующий к Платону. И написавший сочинение, внимание, пир, алкивиад, апология Сократа. Причем по исследованиям написавший после Платона, то есть взявший и списавший у него просто. Но Сократ там другой человек. Сократ там учитель чего? Нравственности. Того, что он у Платона разрушает. Он у Платона разрушает нравственность, показывая, что есть какая-то врожденная этика, которую надо лишь припомнить. У ксенофонта нет. Он учит нравственности, учит, что нужно слушать предков, дедушек, бабушек, отцов, подчиняться им. Говорить, вот наши законы, это очень неглупые люди придумали, значит им надо следовать. Здрасте, приехали. Абсолютно другой Сократ. Вообще не Платоновский. И вообще не Аристофановский. Кому верить? Ответ. Шизофрения какая-то, если честно. Ответ не верить никому, так по-хорошему. То есть именно это заставляет Лакана в его восьмом семинаре, где он разбирает диалог ПИР, утверждать. Сократ является агальмой. То есть это такая некая пустота, которая заставляет совершать на него перенос. Это и есть аналитическая позиция. Там Лакан утверждает, Сократ это первый психоаналитик. То есть он возбуждает и является причиной желания, за что его или обожают, или ненавидят. Как психоаналитика, как и положено. Судя по всему, так и есть. Итак, этот человек из-за своих каких-то вот таких странных свойств разделил историю философии. Те, кто были до него или те, кто не восприняли его поворот, который я назову в конце, что это за поворот, это до Сократики. Те, которые были после него и восприняли его учение, это Сократики. Маленькие Сократики такие бегают. Известно, что... Опять же, от кого известно? Ну, вроде как от Сократа. Вроде как он это говорил. Что якобы поворотной точкой в его судьбе стало пророчество или прорицание Пифии. Пифия это такая мадам, которая сидит в дельфах в краме Аполлона. Сократа обкуривается чем-то, ну, парами какими-то, дымами какими-то обкуривается. И в таком трансовом состоянии, весьма естественном, отвечает или кому-то там вещает. И вот, дескать, она сказала, что Сократ самый мудрый человек на всем свете. И на него это так повлияло. Он понял, что таким образом сам Бог ему это сказал. Кто Бог? Аполлон. Что он сказал все. Отныне, теперь я буду служить божеству. Я служу самому Аполлону. А моя служба это беседы с людьми. Вот те беседы, которые он вел, это такое ритуальное священно действие. Такой жрец, что ли? Как будто бы жрец, да, такой. Верится в такой миф тебе? Если бы он был таким, как о нем писал Платон, то нет, совершенно нет. Но кто знает, каким он был? Во-первых, очевидно, что он был невротиком. Возьми любого невротика и соверши ему какое-то пророчество, что он сразу побежит и будет действовать в этом направлении. Он скажет, какая интересная мысль, я обязательно об этом подумаю. И будет иногда думать об этом, мучиться совестью, что он не идет в эту сторону. Потом будет возвращаться опять к этим мыслям. Ему будет кто-нибудь напоминать об этом. И он будет говорить, наверное, в этом что-то все-таки есть. Все-таки что-то в этом есть, в этих словах. Ну вот понять бы что. А ему будут говорить, ну чего ж ты сидишь, тебе же вот Бог сказал, да, иди и действуй. Он скажет, а почему ты так думаешь, что он именно это сказал? А ему будут говорить, послушай, ну ты вот сидишь и ничего не делаешь. Он скажет, а что вы там плохого? Вот что такое невротик. И вот Сократ именно такой невротик. В чем проблема-то? Ну то есть очевидно, нет, не очевидно, конечно, мы опять же о нем мало знаем. Но, например, и у Платона, и у Ксенофонта, и даже у Аристофана он невротик, очевидно. И что на невротик? Кто смотрит сейчас все это видео, мне кажется, все преисполнились и узнали себя. И сразу же побегут исполнять пророчества моментально. В крайнем случае завтра. Ну в крайнем случае послезавтра, да? Ну для меня здесь вот есть в этом мифе интересный момент. Если он утверждает, что он служит Богу, Аполлону, то чем является его это жречество? Аполлон у нас покровитель чего? Науки. Ну наук тогда еще особо-то... Логического знания, такого рационального какого-то... А еще? Что еще? Лира у него есть. Играет он на ней. А, искусство ты имеешь? Искусство вообще, да, искусство. Покровитель того искусства, которое мы называем искусством, да? Это ж его музей. Музейштан, да-да-да. Может быть, жизнь Сократа это искусство? Это у меня первая версия. А вторая, Аполлон, помнишь, миф о Кассандре, который он наградил ясновидением? Он вообще-то еще покровитель ясновидения. Именно его пифия, да? Пифия жрица Аполлона. Может быть, вот Сократ или искусством занимается, или ясновидением занимается? Я вот так подумал. Ну какими-то вот пророчествами. Ну да, все-таки не ясновидение, а пророчество. Да-да-да-да-да. Про рицание, да? Про рицание будущего, да? И может быть, может быть. Он же, в общем, про будущее так по-хорошему, да? Он нацелен как-то с людьми в их разговорах, чтобы они в будущем куда-то вот шли, ну к себе. Хорошо, это у Платона. Ладно, будем оговариваться, да? Вообще, так называемый сократический вопрос, то есть, что мы знаем о Сократе? Это историко-философский сократический вопрос. На него нет никакого ответа. Мы не знаем о Сократе ни черта. Но давай все-таки, что мы точно знаем. Что его мать была повитухой. Ее звали Фенеретта. Она была повитуха, и ее повивальное искусство по-гречески называется маевтика. Вот, все, первое слово в сегодняшнем Тезаурисе. Маевтика. Второе, мы знаем, что у него была жена Ксантипа. Мы это точно знаем. Мы точно знаем, что она как-то ругалась с ним и даже выливала на него ночные горшки, на бошку ему выливала. А он как-то спокойно очень это выносил. Это мы знаем точно. Есть еще версия, что у него была вторая жена параллельно. То есть, они жили в одном доме. Мирто. В тот момент Греция переживала... Ой, Греция. Я все мыслю этими государствами. Это ж Полис. Афины переживали потерю мужчин, потому что Пелопонесская война. И сказали, что если мужчина в состоянии содержать еще вторую жену, пусть берет вторую жену. И вот Ксантипа, мы знаем, она была, видимо, племянницей Перикла. И она была из эрестократического рода, 100%. Даже ее имя сложное. А Мирто, даже судя по ее имени, это простонародное имя. Ну, она из простонародия. Мы знаем, что он был некрасив. У него была внешность сатира. Такого фавна. Селена, если хочешь. То есть, он был коротенькие ножки, кривые. Пузыка торчала. Лоб слишком покатый. Слишком курносый нос. Глаза слишком на выкате. Мелкий. Ну, такой вот. Не очень приятная внешность. Он был некрасивый и прекрасно знал об этом. Еще мы точно знаем, что он говорил, что у него есть свой собственный демон. Так называемый даймонион. Ну, это очень большая проблема фонетики мертвых языков. Потому что до нас, до русских, дошла фонетика из Византии. Которая, собственно, вся Византия говорила на греческом языке. На древнегреческом языке. И эта фонетика до нас дошла. И нынешняя Греция говорит точно с такой же самой фонетикой. Согласно этой фонетике, это звучит как демон. Ну, как демон, короче. Демон, можно еще сказать. Демон. Но в европейской, по Эразму Роттердамскому, они там не учитывают дифтонгов и вообще специальных этих звуков. Они говорят как даймонион. Это, конечно, страшное варварство. Но в философии принято говорить вот на этой идиотской корявой фонетике. Которая вот, что вижу, так и читаю. И типа, это научно. Ну, к сожалению, так. Итак, мы еще знаем, что этот демон ему говорил только одно слово. Нет, больше ничего. Он его таким образом направлял. Вернее, отвращал от каких-то дел. Он говорил, нет, так не делай. Все, нет. Вот он слышал это нет. И мы точно знаем по свидетельствам, что, вслушиваясь в этот голос демона, он стоял на одной ноге. Ну, это тогда тоже такое как раз и есть прорицание по факту. Да, да, да. Вот это похоже, правда. То есть, нашим языком он слушался свой внутренний голос. Что мы еще знаем? В 399 году, в 399 году, в том самом, год его смерти, на него подали в суд Анит и Мелет. Сократ, два таких серьезных очень аристократа, политических мужа. Речи им писал софист Поликрат. Сократ проиграл суд, обвинение было такое, он не почитает богов, он придумывает каких-то своих богов и отвращает юношей от нормального афинского пути. Посчитали, что он виновен и спросили Сократа, какое бы он хотел наказание. Такова была традиция судебная. Сократ должен был по этой традиции сказать, я предлагаю выплатить штраф, назначьте имя штраф. Вместо этого Сократ сказал, мне кажется, за то, что я вам делал, афиняне, за то, что я вас покусывал, как овод покусывает тучного, но прекрасного жеребца, который слишком застоялся, надо бы ему побегать. Мне кажется, за это вы должны меня наградить пиром в Пританее. Пританее это был такой, ну что-то вроде храма, где горел вечный огонь, то есть постоянно поддерживался огонь. Самые знатные люди за какие-то великие заслуги награждались пиром. Ну олимпийские победители какие-то, деятели военные, ну то есть самые-самые знатные, которые уже вот на грани с сакральностью какой-то, вот они уже находятся эти люди, они награждались в честь признания афинами. Это суд посчитал как оскорбление, и Ницше на это сказал дословно, мне кажется, очень метко сказал, он говорит, Сократ хотел казни, и он вынудил афины подать ему чашу, чашу с ядом. Мы точно знаем, что в качестве казни ему присудили выпить чашу с ядом. Считается, что это была цикута, но нет никаких доказательств. Мы не знаем, что это был за яд, но мы точно знаем, что он был. Мы также знаем, что один из его учеников, Критон, подкупил стражу, пока Сократ ожидал казни, что-то около 10 дней, и уговаривал Сократа бежать в Фессалию, и Сократ отказался. Он сказал, нет, ну как же, меня же присудили, значит, ну все, пора, я выпью, а как еще? Ну, в конце концов, мне 71 год, очень хороший срок для того, чтобы уйти. Вот это мы точно знаем. Все, больше мы не знаем ничего. Теперь по поводу его философии. Мы не знаем о ней ничего. Прекрасное белое полотно для проекции. Да, да, да. Но мы кое-что знаем, некоторые слова, которые касаются скорее методики, методики Сократа. Но мы точно знаем, что он ничего не писал. Мы точно знаем, что он был устный философ. Устная традиция у него была. Вот это мы точно знаем. Также мы точно знаем, что он использовал слово эйдосы или идосы, которое позаимствовал, помнишь, да, у атомизма, как его? Демокрита. Мы точно знаем, что он их использовал. В каком-то смысле. Мы не знаем, в каком. Еще новое слово. Ну, как новое? Постоянно у нас звучит. Но сегодня новое слово из Тезауруса Сократа. Это диалектика. Виалектики по-гречески. Он... Это был его метод. Что это за метод диалектика? Противостоять собеседнику в разговоре. Противостоять и с помощью этого противостояния, с помощью этого спора находить с ним какую-то истину. Какую, мы не знаем. Но мы знаем, что он спорил. Ну, это тоже на Гераклита похоже, хотел сказать. Это похоже на Гераклита. Ну, и вообще считается, Гераклит прародитель диалектики. Хотя вроде бы и Пифагор тоже, да, вот уже был рядом где-то. Но для Сократа диалектика была методом исключительно диалогическим. То есть должны быть двое для диалектики. Тогда она работает. И это устный метод обязательно. Еще одно слово, которое становится здесь философским, это ирония. Странно, да, звучит? Ну, как ирония философским? Нет, это иное философское слово. После Сократа становится. То есть философия, оно имеет определенный свой оттенок. Это подтрунивание над позицией собеседника и над своей собственной позицией одновременно. Сократ подтрунивает над собой и над собеседником. Тем самым вводя собеседника в лютое бешенство, да, но и снимая это бешенство тем, что и он сам смешон. Потом эта ирония, ну, в двадцатом веке, да, она уже придет, ну, знаешь, о чем я говорю, да, именно философский контекст такой, то есть она воскресит свой философский контекст. Я имею в виду постмодерн. Постмодерн базируется на иронии, а? Это мета-ирония называется, да? Мета-ирония – это мета-модерн, это уже другая тема. А вот это пост-ирония, в постмодерне это пост-ирония, это другая тема, да, то есть это подтрунивание и над предметом изучения, исследования, и над методом исследования, и над полученными результатами, и над позицией, из которой это происходит. Ну, это прям такой вот, в этом очень много деконструкции, да, прям разрушения. Да, и да, и да, кстати, хорошо, что ты назвала это слово, Сократ, конечно же, занимается деконструкцией, сплошной деконструкцией, но у него еще нет этого слова, это латинское. Хорошо, еще одно слово – индукция, оно тоже более позднее, да, у Сократа, конечно, его нет, оно латинское слово. У Сократа это звучит как, ну, там с придыханием гепагоги, мы не используем это слово сейчас, да, но это именно индукция, то есть, знаешь, как работает дедукция, индукция, чем отличаются, что это такое? Ну, дедукция, по-моему, от частного к общему. Наоборот, наоборот, дедукция от общего к частному, а индукция – то, что делает Сократ. Он хватает какое-либо частное и восходит постепенно к общему. Зачем? Чтобы изучить все частные примеры через это общее, но через частное он именно восходит к общему. Ну, то есть, он говорит, вот прекрасная кобылица, вон прекрасная танцовщица, вон прекрасная триера. Что же такое прекрасное, дорогие друзья? Давайте изучать, давайте ненужные частности отваливать, и когда они отвалятся, мы их отколупаем, когда они отвалятся, мы увидим вот это общее. Он занимается методом индукции. И он к чему приходит? Если восходить к этому общему, довольно тяжело логически выработать, а что же, ну, каковы же, каковы там законы. И это означает, якобы, что мы их и так знаем интуитивно. Ну, вот как будто бы какое-то припоминание существует. Но все-таки припоминание мы уже к Платону отнесем в Тезаурисе. Здесь все-таки вот пока еще. Ну, вот как будто бы он говорит, что мы их врожденно как-то знаем. Как-то мы знаем эти законы врожденно. Еще одно слово, я его уже называл, вот это родовспоможение, родовспомогательная деятельность. Маевтика. Опять же, если правильно читать по-гречески, это будет выглядеть как меевтики. Основная идея, ну, маевтики Сократа, он в диалоге помогает человеку родиться. Не его телу, а самому ему. Ему самому, как он говорит. Что это означает? Что человек должен испытывать муки, родовые муки. То есть ему в диалоге должно стать мучительно. И Сократ помогает ему эти муки преодолевать. Без мучений ничего не получается. Человек что-то там сам себе рождает, и Сократ отходит на задний план после этого, после этих родов. Интересно в этом... Ну, я думаю, интересно в этот момент. Вселенная тоже разодрагается. Ну, есть же мать, в которой... А, вселенная, да, вселенная. Ну, что-то содрагается, да, 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 да. Получается, что что-то содрагается. Вот, Сократ не требует за это благодарности, но вот на суде потребовал. От Афин. Может быть, Афины – это мать. Может быть, город, полис – это мать, как знать. Что мы имеем на выходе? Сократ постоянно во время разговоров, во время его диалогов приводит собеседника к этике. Какого-то рода особенной этике, врожденной этике, ненравственности, неморали, не тому, что положено нашими предками и так далее. Какой-то вот его, не в смысле его личной этике, но вообще-то его личной, но она вообще-то всеобщая какая-то вот есть, этика. Он постоянно отсылает к этике. Это означает новое слово. В его философии появляется термин этика, ethos. Он становится философским. С той поры этика – это один из разделов философии. Ну, вот он, этот поворот, да, на человека, как ты говорил, по факту. Поворот на человека. Скоро я его скажу после произнесения еще одного предпоследнего термина. Политика. Сократ вводит в политику философию. Этика подразумевает политику. Этичный человек занимается нуждами своего полиса. То есть он становится политиком. После этого уже у его ученика Платона политика становится тоже разделом философии. То есть политфилософия появляется. И да, вот последний термин. Что он совершает? Какой поворот человеческий он совершает? Антропологический поворот. То есть он считает, что необходимо заниматься не натурфилософией, не математикой, не софистикой, не атомистикой и не умозрительным абстрактным бытием вообще. Нужно заниматься человеком конкретным, единичным, который стоит перед тобой. Тогда это подлинная философия. Подлинная философская практика. Вот что это такое. Здесь и теория, и практика это одно. Это целое. Они, конечно, их можно различить, там разобрать где что находится. Мы сейчас не будем этим заниматься. Но и теория, и практика, и этика они вместе. Самое интересное, что Лакан потом то же самое скажет про психоанализ. Психоанализ состоит из теории, практики, этики. У него это звучит так. Теория, клиника, этика. Антропологический поворот. Антропи, антропос. Это человек. Логос, понятно, мы уже знаем, что это такое. В данном случае изучение. Сократ совершает антропологический поворот, который переворачивает всю философию напрочь. И с тех пор изучение человека это философия как таковая. Это антология как таковая. И отдельное, отдельное философское течение, философская антропология, оно здесь довольно странно. Оно здесь довольно странно. Потому что получается, что если ты изучаешь человека, ты и так изучаешь бытие. А тебе не через что другое изучать его. Человек. В речи человека есть бытие. Хорошо. Пускай не само бытие. Отражение бытия. Называние бытия. Но вот это, как сказать, пробуждение бытия с называнием происходит тоже в речи человека. И больше никого. Это то, что Хайдеггер потом подхватит. Что-то я подумала, что в этом повороте есть что-то такое, в чем начало, конца религиозности как будто бы. Вот что ему и вменяли в вину. Ну, в каком-то смысле они правы ведь. Да, да, да. Когда заканчивается размышление, он предлагает закончить размышление о чем-то... Нет, как бы он о высшем размышляет, но через человека. И тут тогда как будто бы от глобального, от какого-то эпохального до размышления обычном человеке, что ли. Не знаю. В самом обычном человеке. Любой самый обычный человек содержит в себе все знание о бытии каким-то образом. И Гегель скажет тоже, что и ты правильно его казнили. Было за что. Он все перевернул. Он все перевернул, выведя Афины в совершенно новое измерение. И Афины этого не пережили, между прочим. Еще немножко после смерти Сократа, и они падут. И они ничего уже не смогут. Ну да, как будто вот этот канон рухнул. Вот как был канон, да, в искусстве изображали. Вот так изображали богов. Вот так изображали там такие-то сценарии. И никогда не изображали там обычных людей каких-то. Ну какое дело, да, обычных людей. Есть канон. А тут канон как будто рухнул, да. Да. Под конец расскажу случаи, как там было с Пифией. И это будет анекдот. Его друг Херефонт поехал в паломничество в Дельфы. Зашел туда, к Пифии. И спросил. Скажи, пожалуйста. Я правильно понимаю, что Сократ мудрейший из людей? Она говорит, да. Вот она реальность. Вот она проза. Все. Почему он это спросил? Вероятнее всего по просьбе Сократа. Потом пришел и говорит, она говорит, да. И это перевернуло всю жизнь Сократа. Ну не смешите меня. Ну это же игра в поддавки. Просто-напросто была. Поэтому, конечно, сама эта история уже даже иронична. Вот. А? Что? Может, это маркетинг? Ну и потом. А кто свидетель? А где записано, что она ему так сказала? Ну поэтому. I don't think so. Хорошо. Еще раз по Тезаурусу. У нас есть демон. Даймонион. У нас есть диалектика. Ирония. Индукция. Маевтика. Этика. Политика. Антропология. Немало слов. Что мы будем делать дальше? Мы пойдем по тупиковым веткам, которые создали некоторые из учеников Сократа. Я имею в виду киренайки, киники, стойки, эпикурейцы и так далее. Или пойдем в сторону Платона. Можно в тупиковые разобрать. А потом пойти Платон. И там уже потом, наверное, неоплатоники. Ну там еще потом Аристотель. То есть у нас Великая Троица. Великая Троица, перевернувшая мир. Сократ, Платон, Аристотель. Давай тогда до Платона пойдем по этим ребятам прогуляемся. А там с обо Платона мы много-много серий затронем. Потому что это грандиозное наследие. И Аристотеля мы много, наверное. Ну вряд ли мы сразу Аристотеля пройдем. Это серьезный очень автор. И неоплатоники. Ну, может быть, мы уложимся в одну серию. Может, нет. Хорошо. Все тогда, да? В следующий раз у нас будут смешные ребята. Анекдоты сплошные про них травить будем. Все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»